Всем привет! И у нас сегодня на обзоре вот такие таблетки для посудомойки, биоразлагаемые, фирмы Synergetic. Со средством Synergetic я знаком уже, наверное, больше года. Я как-то купил на Озоне, видите, вот Озон, по скидке вот такую пятилитровую канистру. Это обычное средство для посуды. Гель. Очень классный гель, мне он очень понравился. Ничем не хуже, чем Ferry, только значительно дешевле. Это средство для посуды. У меня, в принципе, было про них видео, какими я пользуюсь. Понравилась очень Clean&Fresh. Вот у меня пол таблеточки осталось. И я думал еще купить. Это я покупал на Валберис уже. Но, во-первых, оно подорожало, во-вторых, поменялась упаковка и отзывы стали плохие. Говорят, что вот раньше в старых упаковках это средство было хорошее, а сейчас оно плохое. Не знаю, может быть, на Валберисе подделки продают или еще что-то, но, в общем, не рискнул я его купить и начал думать, что же такое взять. Зашли мы в наш местный магазин, чистый дом, и вот было самое дешевое, единственное средство это было Синергетик. Оторвается полоска. Открывается, кстати, потом можно вот закрыть. И таблетки наши выглядят вот так. Желтенькая, тут вот зелененькая. Вот так оно смотрится на разломе. Я разломаю пополам. Я использую всегда только пол таблетки. Но у меня машинка маленькая, половинная, поэтому одной таблетки туда много. Итак, тест таких таблеток Синергетик, ЭКО, биоразлагаемые. Машинка у нас уже отработала. Уже вот светится, не моргает. Поэтому выключаем и смотрим. Но посуда была грязная, грязная я вам не показал. Вы уж извиняйте, поверьте мне на слово. Обычная посуда после обычного ужина. Итак, смотрим. Ну, что сказать, вроде чистенькая. Поварёшка была грязная. Чистенькая сверкает. У меня тут птички кричат. Они со мной переговариваются. Вы на них сильного внимания не обращайте. Им просто свет не нравится, яркий. Так, крышечка. Крышечка у нас чистая. Ложки, вилки. Смотрите, чистые, сверкают. Ну, отлично отмыло. Без проблем. Всё сверкает. Так, это была грязная, чистенькая. Меня интересует вот эта крошка. Была страшная, чистенькая. Вот те разводы, вот там на дне, они так и были. Это после других средств, вот они появились и так вот и остается. То есть, так чистенькая, хорошая. Крышка. Крышка была тоже грязная, чистая. Ну, там, понятное дело, это надо её разбирать. Не, а качеством я очень доволен. Чистым. Так, ну, с тарелками. Чисто. Чисто. Тарелочки. Нет, отличный результат. А мне определённо всё нравится. Просто отзывы разные. Кто-то хвалит. Кто-то ругает. И по видео я смотрел разные результаты. Ну, вот конкретно в моей машинке результат просто отличный. Машинка только закончила. Обычно нужно давать ей время, чтобы посуда просохла. Но, тем не менее, она как бы... Я ей просохнуть не давал. Посуда чистая. Вот. Так, смотрим. Кружки. Отлично. Вот, смотрите. Всё сверкает. Никаких проблем. Я не вижу. Здесь я тоже проблем не вижу. Так, ну, это... Здесь всегда скапливается в этом донышке водичка. Она, естественно, оттуда не может. В лице, ну, беленькая. Беленькая, нормальная. То есть средство. Средство мне понравилось. Подходит для мытья одесской посуды. Кстати, очень важный момент. Они нам здесь пишут, что при использовании вот этих таблеток не требует добавления соли и ополаскивателя. Но для достижения наилучшего результата и при очень жесткой воде рекомендуется применение специальной соли. И вот я вам скажу, вот это уже неправда. Соль машинке нужна всегда. Соль, она не смягчает воду. Она регенерирует, восстанавливает специальный умягчитель для соли, который там стоит. Ионнообменной смолой. Я в одном из видео показывал, я открывал посудомоечную машинку и показывал, как оно устроено. И показывал вот этот ионнообменный фильтр. Он находится в каждой машинке. И вот соль нужна для того, чтобы его восстанавливать. Если не добавлять туда соль, ионнообменный фильтр испортится, а стоит он очень и очень дорого. И машинка испортится. Поэтому то, что они пишут, что мол не требует соли, это неправда. Вот в тот отсек большой, соль нужно засыпать обязательно. Она не смягчает воду. Она восстанавливает вот тот ионнообменный фильтр. Специальный. Так что вот имейте это ввиду. То, что соль добавляют в таблетки, вот эта соль, она вот с тем фильтром, она никак не контактирует. Для чего нужна соль в таблетках? Это как пеногаситель, чтобы у нас не было много пены. Производители вам врут, когда говорят, что соль смягчает воду. Нет. В данном случае в таблетках соль используется как пеногаситель. Но они так вам никогда не напишут. То есть имейте это ввиду, что вот там, в специальном отсеке, соль должна быть всегда. Чтобы у вас индикатор соли не горел. Ну, у меня здесь, у вас может быть здесь, в любом месте. Ну, краткий результат. Вот этими таблетками я очень доволен. Я совершенно не пожалел, что я их купил. А то мы их сначала купили, потом я посмотрел отзывы, и так думаю, у людей плохо моют. Ну, наверное, ерунда. Нет. Отличное средство. Так, ну и для чистоты эксперимента давайте еще раз промоем. Вот смотрите, вот этот поднос, он в жру. Это от маленькой духовки. Я делал курицу гриль, и вот сюда натек. Видите, вот толстый слой у нас тут есть жира. То есть он весь жирный. Мы его будем мыть. Вот такой стаканчик. Здесь было белорусское молоко. Белорусское молоко не отмывается точно так же, как и настоящее. Просто российское покупаешь в пакетах, его сполоснул, вылил и стакан чистый. После белорусского молока стакан остается грязным. То есть оно настоящее. Здесь у нас есть небольшой налет кофейный. Кофейная чашечка. Так, здесь у нас есть небольшой чайный налет. Такая кружка. Здесь тоже какой-то то ли чайный, то ли еще какой-то налет. В общем, грязное. Видите, оно не совсем прозрачное. В принципе, все. Ну вот, если еще место, поставлю тут баночку. Сверху поставлю крышку. Надеюсь, ее струей воды не скинет. Так, ну все остальное я уже вымыл. Все остальное чистое. Поэтому, закрываем. Нормально. Так, берем пол таблетки. Видите, вот такой. Синергетика. Это оно. Закрываем. Включаем. Не знаю, вам видно. Режим у меня ECO. Я всегда стираю посуду на ECO. Пуск. Ждем. Так, ну что, давайте посмотрим, как у нас отмылось. Достаем. Так, смотрим на баночку. Ну, баночка ожидаемо чистая. Отлично. Вторая баночка просто шикарная. Просто сверкает. Так. О, крышечка. Чистенькая. Лужечки. Великолепный результат. Просто. Отлично. Отлично. Смотрим. Кстати, внутри никакого налета. Был налет. Чайный. Вот самат чайный налет вообще не отмывает. А здесь все замечательно. То есть, уже можно говорить, что средство лучше, чем самат. Тут был налет от кофе. Но его также нет. То есть, ну, очень хорошая, чистая кружка. О, отлично. Молочко у нас отмылось. Превосходный результат. Ну, вот тут мы видим. Ну, это от старых средств. То есть, ну, она чистая. Вообще, видите, это не стирается. Это такая уже от предыдущих средств плохих. Вот, типа вот такого никогда не берите. Такое. Так, ну, и вот тут был тоже жир. Его нету. Так, ну, с этой стороны у нас мы видим немного пятна. Но с учетом того, что все-таки тут было подгоревшее, ну, высокая температура. А щетка здесь не трет. Но в целом, в целом, очень даже неплохо достойный результат. От гриля отмыть, естественно, тяжело. Но в целом, неплохо. Ну, вот, в принципе, и все. Никакого постороннего запаха. Потеков здесь тоже нету. Это вот сейчас накапало. Так что, вот такие вот замечательные таблетки. Synergetic. Биоразлагаемые. Кстати, очень ценно, если у вас частный дом и стоит септик. Потому что, если у вас септик, то любые средства использовать нельзя. А нужно использовать только биоразлагаемые. То есть, это можно. Покупал я в нашем магазине, рядом с домом. Заплатил 328 рублей. Видите, да? За вот эту упаковку, где 25 таблеток. Но с учетом того, что я делю их напополам. То есть, мне это на 50 раз. Ну, вот, в принципе, и все. Вы сами все видели. Как на мой взгляд, это средство очень хорошее. Даже, возможно, лучше, чем Clean&Fresh. По крайней мере, намного лучше, чем все остальные, которые я до этого пробовал. Ссылочка на то видео будет внизу в описании. Ну и в подсказках. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Пишите ваши комментарии. И подписываемся на канал, если вы еще не подписаны. Впереди у нас еще будут тесты других моющих средств. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok